Hi there! Пожалуй, к каждому из нас обращался за помощью потерявшийся в Москве иностранец. Было ли у вас такое? Делитесь своим опытом в комментариях. Чаще всего заблудившийся не говорит по-русски, соответственно, и объяснять дорогу нужно на английском. Но как? Очень просто. Сегодня мы с вами выучим несколько полезных фраз, которые смогут указать путь гостя столицы. Вы смотрите канал Puzzle English. It's Егор. Поехали! Срочное включение. На Puzzle English сейчас проходит черная пятница. Скидки на премиум 75%. И это не все новости. Грядут перемены. Тариф премиум навсегда закрывается с 1 декабря. Это значит, что получить неограниченный по времени доступ к платформе будет невозможно. Кто успеет, продолжит учить английский без ограничений. Вместе с премиумом навсегда вы получите оксфордский тест на подтверждение уровня владения языком и другие подарки. Сейчас премиум Nugget стоит 2 990. Премиум навсегда стоит 3 690. Не упустите такую возможность. Подключайте премиум по самой выгодной цене. Начнем с азов. Вероятнее всего, первой прозвучит фраза Excuse me. На русский она переводится как Извините или Простите. Далее же собеседник спросит. Do you know where is that? Вы не знаете, где находится что-нибудь? Здесь иностранец может спросить про магазин. A shop. Ресторан. A restaurant. Музей. A museum. Церковь. A church. Или парк. A park. Представим себе следующий диалог. Excuse me, sir. Do you know where is the closet restaurant? Ваша задача объяснить гостю, как попасть в ресторан. Было бы также, кстати, узнать о его предпочтениях, дабы подобрать наиболее подходящий вариант. Говорим так. Допустим, что собеседник отвечает, что хочет традиционный борщ. А к русскому ресторану нужно сначала пройти 500 метров прямо, затем же повернуть налево у желтого знака. Таким образом произносим следующее. Keep going straight ahead for 500 метров. Then turn left at the yellow sign. Кстати, слово sign может очень помочь иностранному гостю. Если он хочет пройти к какой-либо известной достопримечательности, в городе имеются вспомогательные знаки. И вы можете просто посоветовать. Follow the signs. То есть следуйте знакам. Follow the signs. Но бывают случаи и посложнее, требующие более детального объяснения и, конечно, занимающие чуть больше времени. Но не пугайтесь. И здесь вам поможет определенный набор крас. Do you have a map? Do you have a map? Если фортуна на вашей стороне и собеседник оказался отличником по географии, смело берем у него карту и рисуем путь, который ему следует преодолеть. Однако карта у человека может не оказаться. Здесь уже стоит надеяться на ваше познание в географии и умение нарисовать простой план на бумаге. В таком случае говорим. Do you want me to draw your map? Особенно важны предлоги места. Давайте попрактикуемся и применим их в предложениях. Opposite. Значит, напротив. The coffee shop is in the opposite house. Кофейня находится в доме напротив. Across from. Переводится как через. Допустим. The bridge you are looking for is right there, across the river. Мост, который вы ищете, прямо там, через реку. Between. Между. For example. You should take the narrow path between the houses. То есть, вам надо пройти по узкой дорожке между домами. Также отметим in front of, означающий перед. The park is located right in front of the business center. Парк находится прямо перед бизнес центром. Ну и напоследок behind, а именно сзади, позади. You can find the art gallery behind the main museum. Вы можете найти галерею позади основного музея. А в случае незанятости, вы можете и вовсе проводить собеседника в пункт назначения. Для этого стоит запомнить две простые фразы. Follow me. I'll show you the way. Это переводится как «Следуйте за мной, я покажу вам дорогу». Ну что ж, надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. И при следующей встрече с потерявшимся гостем Москвы, вы вспомните пройденное и поможете ему разобраться. Не переключайтесь и смотрите другие видео из рубрики «Прогульщики» на нашем канале. А с вами был я, Егор. See you soon.